Следующий вопрос. Как вы думаете, мог ли тот, кто заблокировал Волжену доступ к лову во время битвы на расколотом берегу, также заблокировать траву доступ к стихиям? Насколько велик шанс, что этим тайным манипулятором может оказаться Келтузад, который пропал в темных землях и наверняка там проапгрейдился? Дима, это твое. Да. Значит, то, что Келтузад еще вернется, это достаточно очевидно, потому что, во-первых, на него, я так понимаю, была ссылочка в том квесте в Warlord, Солденор, где некий служащий темному мастеру, некромант, совершил страшное в студии Адмирала. Вот. И эту тему пока эти полтора аддона не трогают, но в лоре Келтузада сказано, что, если я не ошибаюсь, что его филактерий не был окончательно уничтожен, и он уже третий раз прекрасно воскрес и хорошо себя чувствует. Что касается Келтузада, если он вернется в каком-либо виде, я, во-первых, думаю, что это будет связано с Артасом в контексте озвученных в предыдущем посте пунктов, но я не думаю, что он в настоящий момент крупный игрок. Да, он сильный очень лич, он первый из личей, он очень мощный некромант, но у него, во-первых, насколько я помню из реплики его в компании Warcraft 3, у него, в принципе, не было амбиции быть самому королем личом, ему достаточно было быть первым при Личкинге, кем бы он ни был, поэтому я думаю, ему будет вполне нормальный с Болваром даже, хотя не факт. Что касается его роли в обмане Волджина, это возможно, но мне кажется маловероятно, потому что это все-таки, я подозреваю, что-то связанное с известностью, с древними богами, либо с какой-то из сил, введенных в легионе, потому что сам Келтузата, он вряд ли бы что-то выгодал от проведения Сильвана к власти, как это ни странно, потому что, скажем так, у них при, не при жизни, но при дворе короля Личаря и Каташи были не очень. Если сейчас его ввести, как внезапно куковода за Сильвана, это будет, скажем так, очень большой жирный рояль в кустах. И по поводу его роли к прикрыванию доступа к стихиям, я в это верю еще меньше, потому что, в принципе, там есть какая-то измешанная сила, а они сами стихиями внезапно бились, они могли сами обидеться, они не добрые и не злые. Я думаю, опять же, это что-то связанное с бездной зрения, с богами, с теми, кто оскорбляет Азарод, и у кого Лорды Элементали были в рабстве долгое время. Поэтому нет, тут на первый вопрос-ответ «мэйби», на второй точно нет. То есть, хорошо, а зачем все-таки тогда был намек на то, что он где-то там в темных землях прячется? Это у нас еще один квест-радатель в потенциальном дополнении? Я поздравляю, что просто крючок на будущее, потому что если будут как-то дальше развивать именно легенду Артаса, о чем мы в предыдущем вопросе говорили, то без его наставника и единственного существа, которого Артас после смерти называл другом, я думаю, не обойдется. Хорошо, интересная мысль. Ребят, что добавить есть по этому поводу? Я могу только сделать снова короткую ремарку. Там, по-моему, в хрониках фишка была в том, что нам сказали, то есть, да, мы знали, что его филактерию в итоге так и не нашли, но ремарка в хрониках была в том, что, мол, он не просто где-то там в темных землях, а его душа, мол, почему-то там затерялась. То есть, возможно, он там сейчас у кого-то в плену, и именно поэтому до сих пор не вернулся. То есть, он не выжидает какого-то нужного момента, а вот с ним что-то случилось в темных землях с его душой, и как бы мы узнаем, что именно и почему. А про Трава, я думаю, что оно не связано, потому что было бы куда красивее это именно, что списать на его собственные душевные проблемы, из-за которых у него проблемы с использованием магистики случились. Так что, ну, все. Я еще одну вещь добавлю, только сейчас я пришла в голову мысль, что не будем забывать, что Килтузад, это, кроме Медива и Гулдана, это главный, можно сказать, спец по призыву демонов в Азарод. Он признал сюда в Третью войну Легион и лично Архимонда, и, возможно, либо к этому его исчезновели, либо к каким-то другим сюжеткам имеются отношения какие-то силы, связанные с либо отрицательным, либо в положительном контексте с Легионом. Может быть, даже там как-то в эту игру связался с сам Медив, который неизвестно куда делся. А то, что он как бы являлся адептом Некромантии, это не может быть, служить еще одной зацепкой к темным землям? То есть, ну, что-то вроде там, не знаю. Ну, он может быть той предыдущей душой, первой из двух, которую пролюбил Вон Сам, где он говорит, что Волжен, это вторая, а вот первый, возможно, был Келли. Хотя, как мог попасть к богу тролля, это не совсем понятно.